Всем привет, друзья! Интернет, конечно, плотно и надолго вошел в нашу жизнь. По наиболее свежим исследованиям, сегодня человек в среднем проводит в виртуальном пространстве более шести с половиной часов в сутки. При этом 92% пользователей постоянно потребляют через интернет какой-либо видеоконтент. Но не торопитесь пророчить скорую смерть телевизору. Люди продолжают смотреть ТВ-шоу не меньше, чем раньше, просто на других платформах. Короче говоря, телевидение всегда было огромной частью жизни людей. И по какой-то магической причине люди, как правило, склонны на слово верить всему, что говорят им по ту сторону экрана. А стоит ли? Как оказывается, далеко не всегда. Смотрите внимательнее, сегодня мы расскажем вам о пяти самых крупных разоблачениях телешоу за всю историю современных масс-медиа. Поверьте, вы будете удивлены. Выжить любой ценой Это, пожалуй, одно из самых успешных и известных шоу телеканала Discovery за всю историю канала. В этой культовой программе американский ведущий Биар Гриллс на собственной шкуре испытывает все тяготы жизни в условиях дикой природы. Кстати, его кандидатура была выбрана для шоу не случайно. В прошлом Гриллс служил в британском спецназе. Поэтому зрители много лет подряд охотно верили в правдивость его программы, где он наглядно показывал, как достать пищу и жилье в совершенно незнакомой дикой местности. Например, на необитаемом острове после авиакатастрофы. Увы, уже после закрытия программы оказалось, что большая ее часть строилась на обычных фейках. Ну, во-первых, в реальной жизни Гриллс вовсе не является экспертом по выживанию, как заявлялось с самого начала съемок шоу. На самом деле, до этого он никогда даже и не интересовался этим вопросом. Да, он, конечно, отслужил три года в британской особой воздушной службе, но этого совсем недостаточно для того, чтобы называть себя специалистом в столь непростом деле, требующим богатого опыта. Во-вторых, оказалось, что за кадром шоу Гриллс вовсе не всегда жил в таких уж диких условиях, как это заявлялось в анонсе. Зачастую его средой для выживания оказывались не опасные джунгли, а комната отеля с рум-сервисом и спа. Как вам такой экстрим? В-третьих, далеко не все техники, показанные Гриллсом в шоу, применимы на практике. Например, в одном из эпизодов, снятых в африканской пустыне, ведущий показывает, что в условиях засухи воду можно достать из испражнений слона. Стоит ли говорить, что это просто-напросто опасно? Поэтому приходится лишь догадываться, кому же из съемочной группы пришло в голову залить в эту, скажем так, субстанцию бутилированной воды ради создания нескольких эффектных кадров. Это не говоря уже о том, что некоторые показанные Гриллсом техники выживания, по мнению специалистов, являются просто-напросто несовместимыми с жизнью. Программа Гриллса была поймана и на других постановочных сценах, как, например, в случае с взятыми на прокат животными. Их авторы шоу представляли как случайно повстречавшихся на пути отчаянного путешественника. Конечно, главной задачей Гриллса при этом было их приручить. Что ему блестяще удавалось, ведь они уже были заранее надрессированы. Звучит не очень вдохновляюще, правда? Ну и если после всего этого у вас еще остались какие-то сомнения по поводу фейковости этой программы, то стоит сказать, что сам Гриллс в 2008 году признал свою вину за съемки в подставных сценах. Смотреть ли это шоу после такого разоблачения? Возможно, да. Но скорее, как художественный фильм, нежели как инструкцию по выживанию. Звезды Ломбарда Это шоу на телеканале History бьет рекорды рейтингов в сегменте реалити, в разы превосходя своих конкурентов по оригинальности концепции. В нем рассказывается о единственном в Лас-Вегасе семейном ломбарде, где три поколения мужчин семьи Харрисонов оценивают и покупают разные необычные предметы. Но самое интересное в программе – это даже не сами предметы, а их колоритные владельцы. Так зрители могут услышать из первых уст удивительные истории их жизни, а также понаблюдать за бесконечными передрягами в стенах самого магазинчика. После запуска в 2009 году программа быстро снискала огромный успех на американском телевидении. Бизнес у владельцев ломбарда пошел в гору с невиданной силой. Если до начала проекта количество их посетителей редко превышало сотню в день, то уже через год оно достигло одной тысячи. Интересно, осталось ли оно таким же, узнав все эти люди о том, как на самом деле снимают это шоу? Стоит ли говорить, что все показываемые на экране сделки, конечно, планируются заранее и никакой неожиданностью для сторон не являются? К моменту съемок все посетители, якобы внезапно заходящие в ломбард, уже успевают подписать с телекомпанией контракт, несколько раз рассказать продюсерам свою историю и узнать цену, на которую они могут рассчитывать за свою драгоценность. А иногда такие клиенты и вовсе являются подсадными утками, не имеющими ничего общего с закладываемым предметом. Еще одна грустная новость для туристов, отправляющихся в Лас-Вегас на поиски того самого местечка из реалити – главных героев шоу в этом ломбарде вы не найдете, хоть на этом и построена вся идея программы. На самом деле все четверо персонажей перестали работать тут сразу после начала проекта и появляются на месте лишь в период съемок, когда помещение закрыто для посещения простых людей. Тачка на прокачку Неужели среди родившихся в 90-х есть хоть те, кто ни разу не смотрел это шоу на канале MTV? Помните, как американский рэпер X-Zibit вручал тюнингованных красавиц, не помнящим себя от радости участникам? К сожалению, в жизни все не всегда выглядело так радужно, как на экране. Один из участников проекта, Джастин Дирингер, который на момент съемок был еще подростком, рассказал о своем опыте журналистам. Парень уверяет, что после съемки финальных сцен вручения ему новенького авто, съемочная команда тут же сняла с нее добрую половину проделанного тюнинга. Оказывается, он был необходим лишь для показа на камеру. А еще один участник проекта рассказывает, что в его машине не работала часть установленного оборудования, например, роскошные экраны на заднем сидении. Иногда доходило до абсурда, чего-то вроде установления фейковой выхлопной трубы на место глушителя, который у автомобиля отсутствовал. Ну а что? Ведь главное, чтобы выглядело круто, решили, видимо, специалисты из программы. Думаете, этим обман зрителей и ограничивается? А вот и нет. Помните те волнительные сцены, на которых Экзибит внезапно появляется на пороге дома очередного участника перед тем, как показать ему новенькую сияющую тачку? Так вот, оказалось, что зачастую эти дома даже не принадлежали участникам. На самом деле, сцены снимались в заранее снятых продюсерами апартаментах. А моменты эйфорических припадков во время первого показа машины нередко снимались с третьего или пятого дубля после указаний проявлять побольше энтузиазма. Кстати, еще одно важное уточнение, актуальное для всех шоу, где зрителям показывают какие-то резкие изменения. Вы, вероятно, думали, что все это чудо происходит за пару дней, прямо как в самой программе? Как бы не так, в тачке на прокачку, например, участникам приходилось дожидаться своих автомобилей по полгода. Адская кухня Не нужно быть фанатом кулинарии, чтобы знать этого парня в лицо. Так много мемов с ним было сделано. Гордон Рамзи известен на весь мир своим взрывным характером и привычкой стошно орать на своих подопечных при любой допущенной ими оплошности. Самое известное шоу с его участием «Адская кухня» идет на американском телевидении уже 18 сезон подряд и не перестает радовать зрителей. Его основной сюжет — это состязание участников за место шефа в известном ресторане, где кадры готовки на профессиональной кухне сменяются бесконечной драмой в рамках самого реалити-шоу. Попробуем разобраться, что же из этого действительно правда. Начнем с того, что за всю историю программы никто и никогда не вступал с Рамзи в драку, как бы им того не хотелось. Это попросту невозможно. На съемочной площадке шеф окружен целой армией из телохранителей, которые на корню пресекают любую попытку агрессии по отношению к нему. Тем не менее, психологическая обстановка на шоу действительно оставляет желать лучшего. Оно и неудивительно. Участников ждут бессонные ночи, постоянные крики со стороны Рамзи и пристальное наблюдение за ними камер 24 на 7. Стресс, которому подвергаются конкурсанты, столь велик, что многие из них начинают курить прямо на площадке. Во втором сезоне, например, среди участников было лишь два курильщика, а под конец сезона их оказалось целых 10. Но весь этот стресс наверняка стоит позиции шефа в крутом ресторане, подумаете вы. Но и тут не все так просто. Оказывается, что даже в случае победы получение вами выигрыша вовсе не гарантировано. Так произошло в случае победительницы седьмого сезона шоу Холли Угальде. Девушка получила должность шефа в одном из известнейших заведений Лондона под названием «Совой», однако не смогла получить визу для работы в Великобритании. Тогда Холли обрушилась с критикой в сторону Гордона Рамзи и обвинила его в том, что тот попросту не захотел видеть ее в одном из своих самых респектабельных заведений. Вместо должности Холли получила денежную компенсацию. Еще одна невероятная деталь. Думаете, просчеты в готовке это целиком и полностью вина участников? И здесь не угадали. Зачастую продюсеры идут на грязные меры. Например, меняют ингредиенты на кухне для того, чтобы повысить накал страстей. Да, кстати, и ресторан, в котором участники соревнуются между собой, конечно, вовсе не ресторан, а обычный съемочный павильон. Хватай не глядя Концепция этого шоу строится на развитом в США бизнесе с хранением вещей частных лиц на специальных складах. Вот только когда за использование помещений долго никто не платит, то его содержимое приходится продавать на аукционе. Именно в этом и состоит основная концепция программы, которая фокусирует свое внимание на старинных сокровищах со складов и людях, которые стараются ими завладеть. Поверьте, страсти здесь накаляются не на шутку. Ну, по крайней мере, на экране телевизора. На самом же деле, все куда более прозаично. Невероятные предметы, которые организаторы аукционов якобы внезапно для себя обнаруживают на складах, на самом деле заранее найдены и подброшены. Большая часть сцен, в том числе и захватывающие торги, снимаются по сценарию. Ну и, наконец, зачастую за выкуп того или иного лота платит вовсе не участвующий в съемках участник аукциона, а сам телеканал. И это, по большому счету, означает, что все происходящее на экране – это одна большая профанация, устроенная продюсерами. Стоит ли после подобных разоблачений смотреть эти шоу, якобы снятые в жанре реалити? Спорный вопрос. Но мы бы отнесли все эти передачи скорее к жанру художественных фильмов, ведь выдумки там ничуть не меньше, чем в кино.